Дорогие друзья, всем огромный привет! Меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал! Начинаем активно готовиться к новому году и сегодня хочу вам предложить 5 простых, быстрых в приготовлении, но невероятно красивых и вкусных закусок на любой вкус. Подписывайтесь на канал и узнавайте еще больше вкусных домашних рецептов. Всем, кто уже подписан, огромное спасибо за поддержку! Все точные пропорции продуктов ко всем закускам, как всегда, найдете в описании под видео. Давайте готовить! Но прежде хочу вас познакомить с очень интересным, приятным и вкусным каналом «С нами вкусно жить». Автор Мария готовит очень оригинальные, разнообразные блюда, умеет их красиво и со вкусом подать. Мария готовит на самой обычной кухне и для своей семьи. Здесь вы найдете много интересных и оригинальных блюд, как на праздник, так и на каждый день. Переходите на канал «С нами вкусно жить» по ссылке в описании под этим видео и давайте все вместе поддержим этот замечательный и очень интересный канал. Ну а мы начинаем готовить. И первым приготовим рулет из лаваша с мега вкусной начинкой. Один свежий огурец натираем на крупной терке. Два отварных яйца натираем на мелкой терке. Небольшой пучок зеленого лука мелко нарезаем. Далее берем лаваш и смазываем его плавленым сыром по всему периметру. Я покупаю плавленый сыр в коробочке янтарь. Он мягкий и легко намазывается. Нам понадобится 3-4 столовые ложки. На первую часть лаваша выкладываем огурец. Натертый огурец обязательно отжимаем от жидкости, иначе лаваш просто раскиснет. Далее выкладываем зеленый лук. На третью часть лаваша распределяем консервированный тунец. Вместо тунца можно взять сардину в масле или шпроты. И на последнюю часть лаваша выкладываем отварные яйца. Также равномерно распределяем. Яйца слегка присаливаем. И сворачиваем лаваш в плотный рулет. Рулет сразу же нарезаем на порционные кусочки и подаем на стол. Такой рулет готовится за считанные минуты. На праздничном столе выглядит красиво и очень аппетитно. Продукты сочетаются просто идеально. Готовьте на здоровье! Второй закуской предлагаю приготовить вот такие шикарные тарталетки с креветкой. Такая закуска всегда разлетается на ура на любом праздничном столе, а гости всегда просят добавку. Начинаем готовить. На мелкой терке натираем 2 яйца. Добавляем 2 столовые ложки сливочного сыра, у меня со вкусом зелени. И 2 столовые ложки плавленого сливочного сыра. Добавляем щепотку соли. Выдавливаем 2-3 зубчика чеснока, можно по вкусу. И добавляем 2 столовые ложки без горки майонеза. Все хорошо перемешиваем и начинка для тарталета готова. Наполняем песочные тарталетки начинкой. У меня уже готовые магазинные тарталетки. Начинку я переместила в кондитерский рукав для удобства. Сверху выкладываем креветку. Креветки можно как отварить, так и пожарить. Вместо креветки можно использовать красную рыбку или мидии, или икру, например. Украшаем небольшими дольками лимона и зеленью. И вторая закуска готова. В итоге получается вот такая шикарная, фантастически вкусная закуска с креветками. Очень вкусно, красиво и аппетитно. Готовьте с удовольствием! Следующей закуской предлагаю приготовить фаршированные помидоры с пикантным вкусом. Это моя любимая закуска, ее я готовлю почти на все праздники. Все просто, но нереально вкусно. Помидоры небольшого размера моем, обсушиваем бумажными полотенцами и отрезаем плодоножку. Серединку вырезаем и чайной ложкой убираем всю серединку. Приготовим начинку. На мелкой терке натираем 2 яйца. Только один желток оставляем для украшения. Сюда же на мелкой терке натираем 100 грамм копченого сыра. Он и придаст закуске пикантный вкус. Добавляем мелко нарезанный укроп, небольшой пучок и небольшое количество майонеза. По желанию можно добавить 1-2 зубчика чеснока, я не добавляю. Все хорошо перемешиваем и начинка готова. Начинкой фаршируем помидоры. Начинку выкладываем с горкой. Если помидоры криво стоят на тарелке, немножко подрежьте низ. Готовые помидорки украшаем натертым желтком на мелкой терке. Фаршированные помидоры с пикантной сырной начинкой готовы. Получаются яркие, красивые, вкусные, очень аппетитные. Эта закуска идеально подходит на новогодний стол. Попробуйте приготовить, надеюсь вам понравится. Четвертой закуской приготовим вот такие бутерброды. Простые, но с такой совсем непривычной подачей. Разлетаются такие бутерброды просто за секунды. Хрустящий хлеб бесподобно сочетается с начинкой, шпротами и огурцом. Начинаем с начинки. Немного начинки осталось от помидоров, поэтому сюда же натираем на мелкой терке одно яйцо, один плавленый сырок, добавляем немножко майонеза и пару зубчиков чеснока. Все хорошо перемешиваем и начинка готова. Далее берем тостовый хлеб и проходимся по нему скалкой. Разрезаем пополам, чтобы получилось два треугольника. Скрепляем зубочисткой, как показано на видео. Получаются вот такие конвертики. Отправляем их в духовку на 5-7 минут при температуре 180-190 градусов до золотистого цвета. Делайте столько бутербродов, сколько вам нужно в зависимости от ваших костей. Конвертики готовы. Убираем зубочистки и даем им остыть. Они уже прекрасно держат форму. Начинку я перенесла в кондитерский мешок для удобства. Начинкой наполняем конвертики из хлеба. Шпроты немножко подрезаем и выкладываем на начинку. Хвостиком вверх. Овощечисткой нарезаем тонкие пластины свежего огурца. Пластину вдоль разрезаем полосками. Скручиваем. Украшаем каждый бутерброд. В итоге получаются вот такие симпатичные и очень вкусные бутерброды со шпротами. Возможно классика, но это очень-очень вкусно и красиво. Готовьте с радостью! Пятая закуска привлекает внимание каждого гостя. Она самая бюджетная, но выглядит очень эффектно. Это вот такие ярко-желтые яйца с селедкой и сливочным сыром. Давайте готовить! В обычную банку насыпаем примерно 2 столовые ложки куркумы. Заливаем кипятком и хорошо перемешиваем. В эту банку отправляем 3 отварных яйца и даем им постоять 1,5-2 часа, чтобы яйца окрасились. Через время филе ароматной сельди нарезаем на небольшие порционные кусочки. Окрашенные яйца выкладываем на салфетку. Обсушиваем. Разрезаем пополам и перекладываем на тарелку. На каждую половину яйца выкладываем сливочный сыр, у меня со вкусом зелени. Кусочек селедки. И украшаем зеленью. Дорогие друзья, в итоге получается из самых простых и доступных продуктов вот такая яркая, красивая и оригинальная закуска. Любители селедки оценят 100%. Вот мы и приготовили с вами 5 разных, очень красивых и вкусных закусок на праздничный стол. Каждая по-своему красивая, вкусная и оригинальная. Я очень для вас старалась и надеюсь, что рецепты вам понравились. Если так, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых вкусных видео. Ну а я как всегда желаю вам удачи на кухне, жду ваши лайки и комментарии. Вам желаю крепкого здоровья и всего самого хорошего. Всем пока-пока, до новых вкусных встреч! Субтитры подогнал «Симон»